Вещи временны, понятия вечны. В подушке важна мягкость, в молотке твердость, в воде текучесть и способность питать все живое, в сахаре сладость, в доме пространство, в теле сознание, в красках цвет и т.д. Это доказывает, что мир состоит не из материальных предметов, а из понятий мягкий, твердый, сладкий, красный, питающий, сознающий и т.д. Если молоток мягкий, а сахар горький, то это уже не молоток и не сахар. Именно понятия определяют суть предмета. Все материальное исчезнет, а понятия останутся. Музыкальный диск можно уничтожить, но то, из чего состоит музыка, семь нот, останутся навсегда. Понятия нельзя потрогать, поэтому мы, в своём уме, формируем их, в кавычках, в предметы, и называем это, в кавычках, материальным миром. Поняв всё это глубоко, можно постичь брахман, а поняв ещё глубже, узреть источник всех понятий и причину всех причин, Господа Шри Хари. Ярлыки и ложные отождествления, якоря духовной жизни. Навешивая на себя ярлык национальной принадлежности «я русский», «я американец», «немец» и т.д. или «религиозный», «я мусульманин», «я христианин», «индуист» и т.д. человек обязан вести себя в соответствии с этими определениями. А как известно, любые ограничения, лишают нас возможности постичь единое целое. Но Шрила Прабхупада, опираясь на знания вед, часто говорил. Если вы отбросите все эти ярлыки, и начнёте действовать, как душа, не имеющая национальности и религиозной принадлежности, как вечная, изначальная, неотъемлемая частичка Всевышнего, и таким образом, служа Господу, выполнять свою истинную предназначение, то очень скоро Господь Сам откроет Себя вам, таким, какой Он есть. Только так, и никак иначе, можно постичь абсолютную истину в Его вечной личностной форме Шри Кришны, преисполненной блаженства и великолепия. Истинная религия – это любить Бога. Истинный ты – это вечная душа. А главное предназначение души – служить Господу. Так спадают оковы материального существования, приходит счастье и достигается настоящий успех. Бхактивиданта, с вами Прабхупана. Нужно лишь немного приподняться. Когда я был ещё маленьким ребёнком, мне подарили замечательную игрушку, и однажды, по пути из кухни в комнату, я её потерял. Долго я не мог понять, куда она исчезла. Для меня это превратилось в настоящую трагедию. Я плакал и злился одновременно. Поскольку я был ещё очень мал, все кухонные поверхности находились чуть выше уровня моих глаз, и естественно, я не мог видеть, что там находится. Но стоило мне встать на носочки и немного приподняться, как тут же моему счастливому взору, предстала потерянная драгоценность. Много раз я проходил, или проползал мимо стола, на котором лежала игрушка, но не догадывался заглянуть на его поверхность. Прошло много лет, и сейчас эта игрушка не имеет для меня никакой ценности. Но теперь мне стало ясно, что настоящую ценность, Бога, можно потерять так же быстро. А для того, чтобы найти его, необходимо хоть немного приподняться. Над чем? Над своим невежеством. До тех пор, пока мы не поднимем уровень своего сознания с материального на духовный, пока не очистим своё существование повторением святых имён Господа, мы так и будем ползать, плакать и злиться в поисках игрушек, которые всё равно потеряют свою ценность. Субтитры создавал DimaTorzok